Эскизы этих трёхметровых конструкций Грегор Лерш рисовал специально для Сочи и Сочинского фестиваля. Работая над чертежами, флорист учитывал архитектуру зданий, прилегающих к Новогинской. Учитывая архитектуру данной улицы, конструкции будут выполнены в современном стиле. На передний план выходит природный материал. Металла совершенно не видно. А при выборе цветов учитывались форма, цвет и то, как долго он может простоять. Это новое слово вообще в обустройстве городской среды. Это новое слово в ландшафте городской среды. И это такое течение и такое направление, которое, я считаю, очень подходит нашему городу. Изготовленные для фестиваля цветочные объекты будут служить альтернативой уличной рекламе. На конструкциях разместятся таблички с именами партнёров фестиваля. Организаторы рассчитывают, что такую идею возьмут на вооружение и местные предприниматели, и жители курорта, чтобы Сочи подтверждал своё звание города-сада. В данном случае флористы используют срезанные цветы, но при желании их можно заменить более долгостойкими террасными или горшечными. Это наш праздник. Это праздник города. Все должны принимать в нём участие. А наша задача – заинтересовать. А каждые половина часа в 12.30-13.30 на всех фотозонах будут работать какие-то мастер-классы. Мы будем учить горожан, детей, подростков плести веночки цветочные, делать украшения цветочные, заколки, браслеты, делать бумажные цветы. У всех будет возможность фотографироваться в этих огромных платьях цветочных. Вот задача какая. Ещё раз повторяю, это совершенно новый формат для России. Продолжение следует...